В эфире Наульского телевидения «Итоги за неделю». В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Новогодний перелет состоялся в культурно-досуговом центре 19 декабря. Именно так было названо мероприятие, посвященное закрытию года театра. Волшебный вечер у многих начались сбываться желания. Например, некоторые на улице стали обладателями медалей, выпущенных в столетию республики. Премия Галиса Крыя тоже нашла своего обладателя. Премии и благодарственные письма также получили участники конкурса «Трезвое село» и районного фестиваля «Золотая маска». Зрители смогли переместиться вместе с главными героями в разные точки мира и посмотреть разные концертные номера. Полную версию концерта наши зрители смогут посмотреть вечером 31 декабря. Мы приглашаем всех перелететь вместе со всеми в 2020 год. Традиционный межхозяйственный объезд ферм прошел 18 декабря. А в этот раз делегация посетила 12 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств нашего района. О результатах осмотра расскажет наш корреспондент Гульнара Сиддикова. Первый пункт остановки – агрофирма «Урода». По словам руководителя, этот год прошел достаточно успешно для хозяйства. В настоящее время по голове скота 650 голов, из них 300 дойных коров. Ежедневный надой порядка 4 тонн молока. Условия содержания скота соответствуют требованиям и нормам. Кормление рассчитывается таким образом, чтобы полностью обеспечить потребность коров в питательных веществах. В составе делегации глава администрации района, заместители главы администрации по сельскому хозяйству, специалисты управления сельского хозяйства, работники ветеринарной службы, руководители сельскохозяйственных предприятий и главы крестьянско-фермерских хозяйств. Они ознакомились с ходом зимнего стоилого содержания скота, технологией кормления и санитарным состоянием животноводческих ферм, условиями трудоработников. Обсудили достигнутые результаты в хозяйствах за последнее время, а также проблемы, с которыми они сталкиваются. В этом году есть ряд фермерских хозяйств, которые не смогли участвовать в данном мероприятии. Однако, тут даже появились те хозяйства, которые в прошлые годы сказывались об этом мероприятии отрицательно. В этом году они все-таки пересмотрели свою точку зрения и решили принять участие, так как планируют сами участвовать в поддержках, республиканских поддержках, грантовых поддержках. И для более удачного прохождения в этих конкурсах хотят более досконально изучить, перенять опыт других хозяйств нашего района и более готовыми подойти к конкурсной программе. В целом, по району у нас ситуация стабильная. По сравнению с прошлым годом мы по надою молока, валом надою молока достигли уже уровень прошлого года за 11 месяцев. В планах по итогам года увеличить на 10-15% общий надой молока. Продуктивность коров тоже увеличивается. Поголовье коров стабильно сохраняется по целым, по району. А в разрезе сельхозпредприятий и фирмских хозяйств у нас есть увеличение поголовья крупнорогатого скота. Связано это с тем, что хозяйство более активно начали применять кормление, более грамотно уже считает свои финансовые расходы и понимает, что основной приход финансов идет от молока. И уже производит обновление стада, ввод нителей ежегодный, обновляется за счет ввода и приобретения нового поголовья. Хороший задел из нителей у нас. Мы ожидаем, что они принесут нам в пределах тонны молока дополнительно. Надеемся на него. Ну и планируем, чтобы вот эта стабильность, которая сегодня есть в хозяйстве, чтобы она оставалась навсегда, как говорится, на долгие годы. Много техника приобрели, обновили парк на 20 миллионов рублей. В общем, в этом плане тоже работаем, совершенствуем свое техническое состояние. На фермах берем передовые, как говорится, технологии тоже кормим. Мы покупаем добавки разные, чтобы коровы были сыты, здоровье хорошее у телят. Все направлено на это. Коллектив тоже, я считаю, формирован в нашем хозяйстве. Работа стабильная, специалисты есть. В общем, все, как говорится, еще раз повторяю, автономно, стабильно живем. Есть и некоторые новшества в работе хозяйств района. В этом году в Якомашском подразделении общества с ограниченной ответственностью Победа реализуют проект, который позволит получить дополнительный доход от продажи не только молока, но и мяса. У нас откармливаются 249 быков породы Абердин-Ангус, которые мы привезли с Оренбургской области. Они у нас дают в сутки приблизительно 1,2 кг суточного привеса. Также у нас имеются телята джерсейской породы. В будущем, дай бог, мы будем от них получать 5,2% жирности молока. В этом году были, конечно, сложности на полях, потому что много дождя. Но в целом мы убрали в срок насчет урожайности. Комбайны, дай бог, не подвели. Работники тоже так же. И сено готовить в этом году было тяжело, конечно. Но все мы вовремя сделали. По голове у нас сегодня варьируется до 955 голов. В общем, из них дойного у нас на сегодняшний день 154. Дай бог, увеличится после нового года до 170 ожидается у нас еще. Одна из главных задач объезда – обмен опытом. Не всегда взгляды участников на технологию кормления совпадали. И каждый из них обосновывал свой выбор предложенного рациона. Как отмечают участники совещания, за последние годы хозяйства значительно преобразились. Постепенно фермы оснащаются новым оборудованием. Идет реконструкция старых корпусов и механизация производства, что значительно облегчает труд работников. Увеличиваются надои молока, как одного из главных источников дохода. Ну и, конечно же, я прошу ребят, чтобы они оглядывались на промежуток времени. Там 10-ти лет недавности, 8-ти лет недавности, когда мы обсуждали вопросы оснащения наших ферм молокопроводом, охладителями молока, накопителями охладителями. Сегодня об этом просто речи нет. Они 100% практически оснащены. И призывать, чтобы они это ставили, сегодня нет. Сегодня уже на мелочных вопросах, которые в том числе имеются по потере тех же кормов, где копейки считать нужно, которые копейка рубль бережет, об этом говорим. Где излишнее кормление, где чрезмерная упитанность коров. Тоже это не дает высокое, хорошее молоко. То есть, та же корова должна быть, она среднеупитанная для того, чтобы хорошо молоко давало. И сегодня уже рацион кормления уже более грамотно обсуждается руководителями. Ну, радует. И качество кормов, естественно. Несмотря на то, что год был дождливый, по запаху, по виду корма, я бы сказал, отличный. По сравнению с прошлыми годами, значит, уделяется этому большое внимание. И радует то, что руководители видят свое продвижение вперед. Я не ставлю себя знатоком настолько животноводства, хотя некоторые познания есть уже, но когда уже специалисты, уже опытные руководители друг с другом спорят о необходимости в разных вариантах работы, это очень, по-моему, впечатляет. Вот здесь, в Востоке, только небольшой показатель, который заставляет задуматься. Количество коров в трех корпусах одинаковое. При этом в двух корпусах уже ремонт проведен в прежние годы, третий корпус еще не отремонтирован, микроклимат там хуже. Ежесуточно тот корпус имеет на 400 килограммов молока меньше. При тех же затратах рабочей силы то же самое производится. Это реальный показатель. Во время объезда они называют свои проблемы, в том числе, которые не решаются на уровне Министерства сельского хозяйства, на нашем районном уровне не решаются. Эти вопросы мы будем записывать, дальше продвигать решение этих вопросов на уровне республики, в том числе. Будем напрямую Министру сельского хозяйства задавать эти вопросы. Есть вопросы, конечно. Обещана одна сумма, или то есть процентные ставки по субсидиям на технику обещана, но сумма, которая выделена республике, ее пока не хватило всем. Есть такие моменты. Будем продвигать вопросы. Это наша задача. Объезд ферм продолжался до конца дня, а главные его результаты покажут уже следующий год, когда на основании подведенных итогов встречи будет построена работа сельскохозяйственных предприятий нашего района. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. В каждой семье существует своя особенная атмосфера, свой индивидуальный внутренний мир. Еще ярче он становится в создании чего-то общего совместными усилиями. Семья Тимирбаевых из деревни Петровка уже многие годы, в преддверии Нового года, украшают территорию перед своим домом красочными снежными фигурками. Благодаря общим усилиям уже стоят узнаваемые фигурки главных сказочных героев, но работа не закончена. Тимирбаевы планируют успеть создать еще несколько фигур, главное, чтобы позволила погода. Как признаются, в этом году процесс идет сложнее. Снега пока мало. В моей семье шесть человек. Это бабушка, мама, папа, я и мои две сестренки. Но в этом году мы решили создавать снежный городок. Это Дед Мороз, снегурочка, также символ года, хомяк или крыса, мышка. Также решили делать колобка, стену с Новым годом, побольше фигур. Каждый год мы лепим снежный городок, большой. Это наша традиция в семье. Каждый перед Новым годом выходим всей семьей, играем в снежки где-то с шести-пяти лет. А помню, мы уже выходили, помогали родителям. Затем, ну я училась от папы, у нас папа очень любит рисовать. Очень искусный, как художник. У него много очень фантазии, помогаем ему, учимся от него. Когда люди проходят мимо дома, они говорят, очень красиво. Это как у вас так удается, хоть нынче мало снега, все равно что-то делаете. Осенний призыв подходит к концу, но работа военного комиссариата на этом не заканчивается. За время текущего призыва выявлено 12 уклонистов. Возможно, эти юноши совсем не понимают, что за пренебрежение воинской обязанностью законом предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. На этой неделе сотрудники военкомата выходят в рейды, развискивая молодых людей, подлежащих призыву, но уклоняющихся от нее, не имея на это законных оснований. Помогают им представители управления, образования и полиции. Рейды в составе военного комиссариата, личным составом военного комиссариата проводятся регулярно. по тем, кто не был оповещен, кто уклоняется от военной службы призыва. Вот в этот раз решили привлечь и прессу, и полицию. Иногда по некоторым адресам приходится каждый призыв совершать, грубо говоря, вылазки. Последнее занятие проекта Центра социального обслуживания населения «Альтаир. Золотые руки» прошло в среду 18 декабря. Подробности у моей коллеги Резиды Новокрещеновой. Руководителям кружка дизайн-студии было предложено рукодельницам выполнить меди-миксную картину. В этой смешанной работе могут применяться те вещи, которые вышли из строя. Старые тюли, замки, пуговицы и многое другое. Те, кто посещает кружок не первый год, ведут себя увереннее. Многими работала я уже как бы второй год. Они уже более там чувствуют, что они уже с опытом пришли. Ничего не забыли, то, что я им в том году преподавала. А в этом году, которые пришли новенькие, они немножко затрудняются. Но с первого урока до моего сегодняшнего урока они уже что-то приобрели для себя. Не все рождаются с фантазиями. Они приобретаются. В основном вот такие маленькие картины уходят, можно сделать одно занятие за два часа, если у человека большое такое хорошее фантазийное воображение. А если человек заприняется, один-два урока. Выходил на заслуженный отдых. Хочу сказать, что одиночество гасит людей, гасит активность людей. А мы предоставляем возможность им общаться, меняться своими какими-то идеями. В процессе работы они всецело отдаются своей работой. Мы наблюдаем, я уже наблюдаю самые первые виды. Вот они начинали с самого начала у нас еще сентября работать. Ищать наш клуб. Видно, что люди с первых дней всецело, значит, они, во-первых, очень дружно общаются друг с другом, у них создана группа в WhatsApp. Продумывая, да, эту идею создания такого проекта, я думаю, что мы не ошиблись с этой тематикой. Именно мы выбрали то самое направление, которое направлено на воплощение именно фантазий в наших людей. Участницы проекта «Золотые руки» не ограничиваются работой в кружке. Многие из них продолжают занятия и дома. Занимаюсь сама. И детей, и внуков тоже привлекаю. Еще шью кукол Тильда. Мы раньше проходили в Алтаире, это был 17-18 год. Потом рождественские венки делаю, рождественские гирлянды. Как только услышала от знакомой, сразу записались. С удовольствием хожу. Работа одной участницы не похожа на другую. И тем самым и будет интересна каждая картина. В детском саду номер 16 «Родничок» 19 декабря было особенно жарко, весело и шумно. Здесь открылась музыкальная шкатулка. Как бы хотел я нарисовать мечту. На конкурсе активно принимали участие и городские, и сельские воспитанники детских садов. Сегодня в нашем детском саду проходит конкурс «Музыкальная шкатулка», который посвящен столетию дошкольного образования Республики Башкортостан. Будут звучать песни нашего детства, песни из программного содержания нашей основной образовательной программы. Такое мероприятие проводится у нас в первый раз. Мы приехали из деревни Барабановка. Это группа дошкольного образования, которая находится в себе. Группа «Малыш», а сами мы предрадежим детскому саду «Хояшкай» и «Стяк». Наша группа сегодня будет петь песню «Песенка друзей», «Веселую песенку», «Слова Акимова» и «Музыка Герчика». Мы участвуем в основном в конкурсах «Стяка». В нашем садике вот недавно прошла Олимпиада «Знатоки», где тоже наши детки участвовали. Скоро Куба Гагарина участвуем в ГТО. «Музыка Герчика». Днеды красилей Как кулачка пулять, ytyy из Ж對на «Пошибать». Она не ребятник, жёлтые девятники. «Коф-ко-ко-ко-ко-ко-ко». Меховичи далеко, лапками криките, тетя наши виситет. Девочки и мальчики, леточки и мячики, навсегда отец Марин, На импровизированную сцену Алим Галявов выходил несколько раз в разных образах. Песню «Маленького принца» еще люблю. И «Гуси» тоже. Но песню выбирали мы недолго. И готовились мы очень хорошо. Конкурсом «Музыкальная шкатулка» мы завершаем празднование нашего столетия дошкольному образованию. Масса мероприятий была проведена. И вот это как бы заключительное мероприятие. Конкурс детского творчества «Музыкальная шкатулка». Чем он отличается от других творческих конкурсов? Что здесь обязательное условие использования произведений именно программных. То есть, которые содержатся в репертуаре программы дошкольного образования. Если вы успели заметить, здесь песни, может быть, немножечко примитивные на сторонний взгляд. Но, тем не менее, это те песни, которые мы должны изучать в каком-то определенном возрасте в детском саду. На суд жюри были представлены русские, удмуртские, башкирские и татарские песни. Каждый коллектив постарался показать свои наилучшие номера. Мы стрелой несемся вниз, эй, здоровьись, дорогись, вмиг. И сад, и на бабу, все, как хочет сесть вмиг. Конкурс театральных выступлений в гостях у сказки, приуроченный к году театра, прошел в детском саду «Деймовочка» 17 декабря. Свою интерпретацию известных народных сказок показали воспитанники старшей и подготовительной групп. Сценарий сказок подбирался таким образом, чтобы задействованы были все ребята. Никто не остался без роли. На подготовку к выступлению времени было немного. Но мальчики и девочки старались максимально вжиться в роли, отразить характер героев. Зрители с интересом наблюдали за действием на сцене. Сначала просмотрели мы мультфильм, героев описали, кому как нравится. Потом все девочки у меня встали, как красная шапочка себя ведет, как выбор был красной шапочки. Выбрали дети сами. Из всех девочек почему-то выбрала Айсулу у нас попалась, и она в роль вжилась. Также мы выбирали и маму, и всех остальных героев сказки. Ну, дровосеки, зайчики тоже мальчики сами выбирали. Кто хотел дровосеком такое, значит, он сильный, так себя чувствовал. А зайчики, они такие вот попались попрыгайчики. И все в роль хорошо вжились, и все у нас вроде бы как получилось. Следующая сказка, представленная на суд зрителей, была Гуси Лебеди. Ее подготовили воспитанники подготовительной группы «Букварики». Участие в подобных выступлениях каждому из ребят дает возможность стать увереннее в себе, раскрыться, проявить свой артистизм. Также велась предварительная работа, подбор костюмов, декорации, музыкального сопровождения, работа над текстом. А также немаловажную роль играет выбор ролей. Дети сами выбирали роль, примеряя и представляя себя каким-либо персонажем. Музыкальное представление прошло очень ярко, насыщенно, эмоционально. Театр дает возможность раскрыться ребенку, раскрепощает, он начинает себя уверенно чувствовать на сцене, примеряет разные роли на себя и очень играет большую роль в дальнейшем развитии ребенка. У нас каждое новогоднее представление проходит тетрализованно, то есть мы в каждом утреннике представляем какую-либо сказку. Пусть будет это и русско-народная сказка, и сказки разных народов. Результаты конкурса подведут в начале следующего года. Победители определят в разных возрастных категориях. Гульнара Сеттикова, Нил Сафин, служба новостей Енаульского телевидения. Таковы события уходящей недели. Впереди нас ждут выходные дни. Проведите их с пользой.